Я хочу остановиться на трех вопросах, естественно, коротко. Первое – это вот как раз та трансформация климатической повестки, которая происходит на наших глазах от Парижского соглашения, так сказать, к низкоуглеродной повестке и, более того, теперь к нет-то нулевой. Второй, коротко, вопрос – это вот цена этой самой, значит, вот этого перехода, цена этой декарбонизации энергии, ускоренного энергоперехода. Для экономики это уже такой больше будет макроэкономический срез. Вадим Манович сделал акцент на технологические такие аспекты, что очень, на мой взгляд, важно. Я попытаюсь вот это сделать на макро. Предпоследний вопрос, коротко, это вот текущий геополитический и геоэкономический кризис и как он, с моей точки зрения, может повлиять на климатическую повестку. Так, пожалуйста, следующий слайд, будьте добры. Ну вот, как раз на этом слайде показано, что прошла такая, даже трудно сказать, что это эволюция, если эволюция-то ускорена, это, конечно, трансформация климатической повестки с момента вот Парижского соглашения с 15-го года, которое сделало акцент на снижение климатических рисков развития, выход на некую так называемую нормализацию климата, под которой принималось удержание вот этой глобальной температуры ниже 2 градусов, желательно, по рутеру. И две стратегии, которые, так сказать, были выдвинуты, причем во взаимные увязки. Это стратегии снижения нетто-выбросов, то есть чистых выбросов и собственных выбросов и поглощения, с одной стороны. И адаптация к климатическим изменениям, с другой стороны. Страны должны, согласно этой установке, были сформулировать свои стратегии развития с низким уровнем эмиссии, заметьте, именно так, а не низкоуглеродных, потому что помимо углерода еще кое-что есть, в частности азот. Ну и равновеликой принималась задача создания национальных планов адаптации к изменению климов. И третий очень важный момент – это обе эти задачи, обе этих направления должны быть в обязательной степени погружены, сопряжены и быть частью глобальной повестки устойчивого развития, в которой, так сказать, есть задачи и экономического плана, и социального плана, и, конечно, экологического плана, о чем Вадим, наверное, справедливо говорил, который, конечно же, не сводится с уголок климатической повестки. Вот за эти годы, что прошли с 2015 года, мы видим трансформацию целевой задачи, то есть был переход сначала к задаче низкоуглеродного развития, трансформации, вот, собственно, такой некой климатической нормализации – это вот к низкоуглеродной повестке. И уже бенчмарком выступала жесткая температура полтора градуса при этом. И последние годы – это так называемый, это не мой термин, это официальный термин государств, началась так называемая гонка за нулем, race for zero – гонка за чистым нулем, то есть снижение выбросов, это выбросов желательно к 50-му году, потом это как бы более жесткая такой формулировка, именно к 50-му году до нуля. В эту гонку включились 120 с лишним государств. Это большая часть из 197 стран, которые подписали Парижское соглашение. Вот, на момент уже, когда состоялся вот Глазго, о котором говорил Вадим Винович, их таких стран было уже 130, то есть это почти две трети. Вот, ну и при этом главным механизмом, естественно, являлась, безусловно, вот все технологические и институциональные регуляторы, которые обеспечивали достижение этого самого чистого нуля. При этом совершенно на задворке ушла проблема адаптации. С точки зрения, если говорить финансов, финансы, которые шли на адаптацию, они были на порядок меньше, причем эти числа, в общем, практически, ну, очень сходно, я имею в виду как на национальном уровне, так и с точки зрения международных потоков капитала, финансов, которые отправлялись на поддержку адаптационных программ. Пожалуйста, следующий, будьте добры, слайд. И вот, собственно, следствием вот этих всех усилий стало принятие стратегии так называемого низкого природного развития, на самом деле стратегии с низким уровнем эмиссий. Стремительный был бросок, еще в сентябре 21-го года их было 30, в ноябре уже их было 40, когда состоялась Глазга, а в декабре, когда вот, так сказать, уже, что называется, подвели все итоги Глазга, как, по-моему, конференция закончена в самом-самом начале декабря, таких стратегий стало 47. Это чуть менее четверти, 24% числа стран-участниц Парижского соглашения. При этом доля в этих стратегиях стран, которые придерживались вот этого самого чистого нуля, если еще в сентябре она составляла где-то около половины, в ноябре это уже было 78%, как видите на этом графике, ну а в декабре месяце это достигло почти 90%. То есть в значительной степени мы можем сделать вывод, что действительно климатическая повестка трансформировалась, по сути дела, в вот эту задачу чистого нуля. Но что обращает все-таки на себя при этом внимание? Внимание обращает, что таких стратегий, как я сказал, было принято все-таки меньше четверти от тех, числа тех государств, которые подписали Парижские соглашения, которые обязывают все государства такие стратегии разрабатывать и осуществлять. То есть процесс находится на самом деле, несмотря на такое ретивое начало, в общем-то такой, ну если не в начальной стадии, то на первой такой фазе, и самая, наверное, тяжелая в этом смысле задача впереди, и она тяжелая, потому что на самом деле вот этот процесс перехода, о чем уже был сказан в предыдущем докладе, он должен занять действительно существенное время и является весьма и весьма сложным и дорогостоящим. Сейчас я к этому буду переходить. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь мы видим уже корпоративный уровень. Естественно, вот этот процесс перехода к Непту-0 и в ближайшие в его основе стержень – это декарбонизация так называемой экономики. Естественно, она активно поднимается на щит и продвигается на уровни корпоративных. Каковы, тем не менее, результаты? Причем об этом довольно много говорят, приводится масса примеров о том, какие, так сказать, успехи у корпорации и так далее. Но если посмотреть все-таки повнимательнее, вот я воспользовался опросом и оценкой, которую проводила Standard & Poor's Global, программа по оценке корпоративной устойчивости в 2021 году. Они провели обследование 1200 компаний. Вот из них вот эта цель Net Zero, чистого нуля, она установлена менее чем в четверти компаний. Она обращает на себя внимание в близости этой цифры к тому, что я только что говорил по поводу государственных стратегий, тоже менее четверти. Согласно другому опросу, который Данс Норский Веритес проводила уже буквально в январе, в конце января этого года, реалистичным считает достижение вот этого уровня чистого нуля на территории самих стран базирования компаний менее половины компаний, менее половины опрошенного бизнеса в сообществе. Причем если в Европе и АТР это почти половина, то в Северной Америке это чуть больше трети. Ну и, наконец, еще один опрос знаменитый CDP, тоже он практически февральский этого года, совсем свежий. Было опрошено 13 тысяч компаний, которые функционировали, соответственно, в 13 секторах экономики 117 стран. То есть это достаточно репрезентативная история. Так вот, вели разработку планов по переходу к низкоглеродной экономике менее трети, располагали такими планами менее одной пятой, полноценными планами, где действительно были прописаны механизмы менее процента, ну, раскрыли детали цели достижения вот этой самой надзеровой миссии 6%. О чем это все говорит? Также говорит о том, что вообще говоря, вот этот процесс, он действительно реально захватил и продвигается, соответственно, на самом деле, кто, так сказать, грубо говоря, мотор, кто движитель этого процесса. Это, конечно, прежде всего крупнейшие компании, потому что опрос 30 крупнейших компаний по основным секторам экономики показал, что подавляющее большинство из них действительно реализует вот эту самую стратегию достижения этого самого чистого нуля. Будьте добры, следующий слайд. Ну вот возникает вопрос, почему процесс идет так, в общем-то, все-таки как бы с точки зрения реляции бодро, а на самом деле совсем не очень быстро. Это вообще первый вопрос. И второе вообще принципиальный вопрос для экономистов. А, так сказать, почем фунт лиха? Или стоит ли овчинка выделки? То есть цена вот этой самой ускоренной декарбонизации и достижения вот этой самой углеродной нейтральности, имея в виду под ней достижение рубежа вот этого чистого нуля именно к 50-му году для мировой национальных экономики. Ну, к сожалению, у нас в своем отечестве, как известно, пророков нет. В институте были выполнены, на мой взгляд, замечательные расчеты моими коллегами, ну, грешным делом, что тоже там в этом поучаствовал, которые показывали, что этот процесс действительно очень такой обременительный, и, конечно, он должен занять соответствующее время, и более того, каждая страна должна идти своим путем, что, кстати, прямо записано в том же Парижском соглашении. Вот. Ну, на самом деле, вот то, что было сделано и было опубликовано, кем-то замечено, большей части не замечено, вот сейчас зато больше внимания, зато все обратили на вышедшие недавно два отчета, это доклад компании McKinsey, переход к нету нулю, во что это обойдется и к чему это приведет, вот который в январе этого года вышел, грубо говоря, с опозданием, на год, больше, чем на год, по сравнению с тем, что сделало было ВНП. Ну, и примерно в это же время вышел следующий доклад от McKinsey, я его буквально через две минуты продемонстрирую. Вот смысл этих иллюстраций заключается в следующем, что на самом деле вот этот вот ускоренный переход к чистому нулю, он весьма дорогостоящий. Где-то в целом, по прикидкам, это порядка 275 триллионов долларов для мировой экономики. Что это означает? Это означает, что, грубо говоря, мировое хозяйство в среднем в этот период должно затратиться где-то примерно 7,5% ВВП. При этом совершенно понятно, что основные усилия придутся на вот этот вот, ну, как бы первый период трансформационный, то есть фронтальные инвестиции будут заметно выше. В среднем это где-то порядка 9% ВВП. Но, как говорили в известной рекламе, и это еще не все. Дело в том, что, конечно же, эти инвестиции потребные, они будут неравномерно распределены по государству, то есть разные страны и разные сектора экономики будут нести разное бремя вот этого перехода, ускоренного, я еще раз подчеркиваю. И вот по оценкам наших, так сказать, вот коллег в МакКинсе, максимум приходится на Россию страны СНГ, это до 21% ВВП, это имеется в виду инвестиции в активы и производство и потребление энергии, и одновременно в сектор Зизл, то есть сектор, который занимается преимуществами все-таки задачами поглощения парниковых газов. То есть это, грубо говоря, там в 2,5, почти в 3 раза выше, чем в среднем по мировому хозяйству. При этом ведущие экономики мира, они будут нести существенно меньшее бремя. Вот по этим оценкам от 4 с небольшим процентов в Японии до 6,5 процентов в ЕС и в Китае, что, вообще говоря, тоже немало, особенно если мы посмотрим, естественно, в абсолютных величинах, это вот правая часть графика, там такими пятнами показаны вот эти абсолютные объемы. Причем в основном эти усилия, должны эти инвестиции прийтись на так называемую трансформацию в сфере мобильности, то есть, проще говоря, транспорт, больше половины инвестиций. Так как, скажем, в нашей стране по этим оценкам основным должно стать преобразование в потребление энергии в наших зданиях, ну и, соответственно, конечно, в нашей энергетике. Будьте добры, пожалуйста, в следующий слайд. И вот это вот как раз отчет Макинзи, прошу прощения, Макинзи, который с символическим названием «No pain, no gain», да, без боли не получить, без болевых ощущений не получим никакого выигрыша, но это вообще как бы правильно, так сказать, да, что называется, кто не рискует, что он там не пьет шампанское, много, наверное, других можно поговорок привести, там, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Но штука-то заключается опять не в этом, а в том, что, в общем, вершки и корешки распределяются сильно по-разному. Если мы посмотрим вот на крайний левый график вверху, то мы увидим, что основные издержки вот этого энергоперехода, вот этой ускоренной декарбонизации и выход на этот тунг к 50-му года, они приходятся в основном, это главным образом Россия, которая входит вот в эти 34 процента, и 27 процентов Китай. Но, естественно, пометуя о том, что экономики-то разные сами по себе, естественно, время этих издержек будет ощущаться весьма по-разному. Если, так сказать, вот мы посмотрим на график, который здесь в середине, на влияние этих издержек энергоперехода на средние годовые темпы роста, ВВП, то мы увидим, что в Китае это где-то вот будет в среднем где-то, наверное, на уровне минус 3 процентов. По сравнению с базовым сценарием, который, так сказать, предусматривает гораздо более плавную плавную повестку дня и, конечно, не вот эти мощные ускорения. Ну, а для других стран мы видим, что это гораздо, так сказать, меньше. Если взять страны БРИКС, включая Россию, то в среднем это где-то примерно потеря по сравнению с базовым сценарием от минус 2 до минус 4 процентов изменения в динамике ВВП. Если посмотреть на другую историю, которая, может быть, даже более в каком-то смысле важна в социальном плане, а именно на динамику ВВП, на душу населения, то есть на доходы, то здесь еще больше, так сказать, мы видим плату для стран БРИКС. Вот правый график мы видим, это где-то порядка минус 10, минус 12 по сравнению с базовым сценарием. Итак, вся эта картина еще и еще раз показывает, что основное бремя именно ускоренного, я это хотел бы слово подчеркнуть, ускоренного энергоперехода вот этого движения к нету нулю, оно ляжет на, прежде всего, именно развивающиеся страны и на нашу страну, хотя источником, вообще говоря, всех этих проблем, которые возникли с климатом, как хорошо известно, являются совсем не эти страны, а ровно передовые экономики, ведущие экономики, собственно, из-за которых и возникают вот эти эффекты климатические, потому что климатические эффекты, согласно тем теориям и, так сказать, концепциям, которые придерживаются международное климатическое сообщество, они связаны не с абсолютными там выбросами, они связаны с концентрацией, с концентрациями углекислого газа и других парниковых газов, ну, прежде всего, конечно, углекислого газа, в атмосфере, то есть накопленные вещи, углекислый газ там держится сотни лет, поэтому, на самом деле, то, что мы имеем, это эффект за сотни лет, и результат это, конечно, отнюдь не современных, скажем, там, китайской или там российской экономики, о чем мы постоянно говорим на всех вот этих международных форумах, но, как говорится, сильные меры сего слушают, но, как говорится, продолжают делать свое дело. Пожалуйста, следующий слайд. А вот этот слайд, как раз из тех самых расчетов модельных, которые были в нашем институте существенно раньше, здесь показано энергетическое время, то есть если мы перейдем к этому самому, на эту модель ускоренной динамики перехода к чистому нулю и будем использовать прежде всего вот эти новейшие технологии, а именно ВИА и водород и так далее, то вся совокупность затрат на энергетический сектор она превысит в этом случае 10% от ВВП, что является критической величиной с точки зрения устойчивого экономического роста и не только роста как такового, но и что очень важно, динамичные трансформации структурной технологической экономики. Она просто не получит, так сказать, тех ресурсов, которые ей для этого нужны. В общем, начнется торможение со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, конечно, такой подход никак не соответствует стратегии устойчивого развития, которая нацелена на улучшение качества жизни, рост доходов и снижение, если говорить об экологии, именно вредного и опасного воздействия, то есть то, что угрожает в качестве здоровья и жизни человека. Ну и который обеспечивает с точки зрения экономической снижения и сдержек, рост эффективности использования ресурсов, включая энергетические и так далее. Пожалуйста, следующий слайд. И вот это вот ускорение повестки вот этой климатической, как я уже говорил в начале, привело к тому, что совершенно оказалось такой вот на задворках, стало как бы своего рода патчевицей климатической политики, второе важнейшее направление, о котором говорится в Парижском соглашении, и с которым на самом деле нам приходится жить каждый день. Мы жили с этим, мы живем и будем жить. Почему? Потому что климатические изменения, погодные изменения происходят постоянно, и мы обязаны к ним приспосабливаться. И сами, как население, экономику и так далее. Вот этот процесс адаптации, он совершенно необходим. Он совершенно необходим, и больше того, с учетом удорожания всех вот этих всех историй, связанных с декарбонизацией и так далее, с определенными провалами, которые неизбежны, и которые уже происходят, конечно, значимость адаптации будет возрастать. И ее необходимость вот показана на этом слайде, что даже снижение техногенных вывозов и поглощения уже накопленных, конечно, не может гарантировать вот этой самой климатической нейтральности, которая объявлена. И независимо от того, будет ли удержано это потепление до полутора градусов, и не будет, хотя уже на 100% известно, что не будет. Уже доказано, в том числе последними докладами вот этой межправительственной группы экспертов по изменению климата. Все модели предусматривают практически неудержания до полутора градусов до 2100 года. Вот возникает вот этот вызов адаптационный, и мы видим на этом графике, что прежде всего это касается резкого увеличения вдвое, количество людей под риском, связанных с волнами жары, ну и, конечно, важнейшая, просто стратегическая проблема, если что бы не сказать, экзистенциальная, это проблема водного стресса, который должны будут испытывать уже где-то под 2 миллиарда человек уже к 50-му году. Это вот очень серьезно. При этом очень важно, что в ряде регионов адаптация является, по сути дела, единственным инструментом снижения климатических рисков, таких как Арктика, которая выбрасывает, грубо говоря, минимум, а с точки зрения нагрузки вот этих климатических изменений, получается, что называется, по полной программе. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и отсюда возникает вот эти императивы адаптации, о которых я говорил, они подчеркнуты и в системе целей устойчивого развития. Если мы посмотрим даже вот эту климатическую цель, которая там фигурирует как цель номер 13, то из трех задач, которые там сформулированы под эту цель, две напрямую связаны с повышением устойчивости потенциала адаптации населения. Если брать нашу климатическую доктрину на Парижское соглашение, я уже об этом говорил, там уравновешена вот эта значимость. И вот очень в этом смысле символично и важно, что вот на саммите в Глазго, который состоялся в конце прошлого года, я бы сказал, произошла, ну, хотите реанимация, хотите реабилитация вот этой политики адаптации и финансирования адаптации. Если вы посмотрите заключительный пакт Глазго 2021 года, вот этот, который был принят в декабре, вы увидите, что два первых раздела пакта посвящены именно адаптации и финансированию адаптации. И это очень важно. Более того, в резолюции было принято решение о том, что следующая конференция сторон, которая должна состояться в конце этого года в Шарм-Аль-Шейхе, 27-я, вот в существенной степени она будет посвящена проблемам адаптации и к этому моменту поручена рабочей группе, которая создана, разработать критерии эффективной адаптации. Ну, вот я хотел еще раз подчеркнуть вот ее значимость не только как объективного такого процесса, но она еще усиливается тем, чтобы произошла вот эта серьезная и пока еще все-таки, на мой взгляд, сохраняется и серьезная недооценка, мы это видим. И у нас, в нашей стране, работая довольно плотно с Министерством экономического развития, которое отвечает за вот эту вот климатическую повестку, более того, тут у нас появилась такая история, как адаптация к глобальному энергопереходу, что внесло просто еще дополнительную путаницу в решение вот этой проблемы адаптации и тем более еще как бы исказило реальный смысл, потому что, если говорить вот адаптации к энергопереходу, довольно странно, почему мы должны адаптироваться, будучи одним из активнейших экономических игроков, мы это говорили уже на протяжении последних лет, но нынешние события только это подтверждают, поэтому мы активно участвуем в формировании этой повестки, а что касается неких приспособительных телодвижений, это делают все, но это отнюдь не является стратегической линией адаптации вот к энергопереходу, на чем, честно говоря, мы настаиваем. И еще, пожалуйста, следующий слайд, который иллюстрирует, что это еще и очень выгодное дело, с одной стороны, экономически эффективное, а еще наиболее, так сказать, эффективное дело это интеграция, декарбонизация и адаптация. Собственно, вот те модели, которые еще были выполнены где-то примерно на уровне 2012-2013 года в OECD и чуть раньше, потом, правда, эти тоже итоги были подкреплены и повторены по модели Нордхауза, Dice Rice, что вот именно сочетание этих мер декарбонизации и адаптации дает оптимальный результат по критерию затраты снижения совокупных выбросов, это выбросов парниковых газов. Что касается, собственно, отдачи на капитал вложений в адаптации, то вот по генеральным оценкам, которые выполнены совершенно в разных условиях и разными организациями, и он выполнял, и ЮНЕП выполнял, и выполняли Всемирный банк и другие структуры, вот, грубо говоря, соотношение примерно один в четырем, то есть эффект, который получается от вложений в адаптации, он четырехкратно в среднем, естественно, превосходит те затраты, которые на адаптацию производятся. Пожалуйста, два заключительных слайда, следующий, пожалуйста. Ну, вот, собственно, я хотел завершить вот некими соображениями, наверное, не бесспорными, которые касаются сегодняшнего кризиса. Я считаю, что это, с моей точки зрения, его вполне справедливо можно назвать геополитическим и геоэкономическим кризисом, потому что, хотя территориально он ограничен определенной территорией Европы, ясно совершенно, что он охватывает пространство далеко за пределами и очень сильно затрагивает всю мировую экономику и вообще мировую экономическую повестку, поэтому я характеризую его вот именно так, и вот с точки зрения влияния на климатическую повестку. Ну, первое, хотел бы тезис сказать, что не так давно, когда мы с Александром Александровичем Шировым делали наш совместный доклад в Академии наук по проблемам стратегии низкоуглеродного развития, мы говорили о том, что, в общем, вот эти все, как бы сказать, сценарии низкоуглеродности, они исходят из целого набора гипотез, которые там, их там, по-моему, было, если не ошибаюсь, 4 или 5, и вот одна из них, на которой строятся эти сценарии, это гипотеза сохранения по сравнению с неким базовым годом, скажем, с 21-м, относительной стабильности или низкой волатильности международных экономических отношений, международной экономической конъюнктуры, включая цены на период 50-го года. Модельные расчеты, которые проводились в нашем институте и приведены к этому сюжету и к другим сюжетам, показывают, что на самом деле реалии совершенно другие, что даже сравнительно небольшое изменение мировой конъюнктуры резко меняет и характер повестки, и, что самое главное, сдвигает сроки ее исполнения существенно вправо. И, соответственно, сокращает, естественно, обремы реализации задач по стратегии мискоглеродного развития или по тем сценариям, которые согласованы мировым сообществом. И вот если мы посмотрим на довольно такой свежий график, который выполнена одна из консалтинговых компаний, Сан-БСР Энерджи, мы увидим, что вот здесь тоже отражены затраты на энергию совокупные по отношению к ВВП, то вот по их прогнозам на 2022 год эти затраты прибысят 13%. То есть вот будет достигнут тот очень опасный пик, когда мы говорили на предыдущем слайде, который моими коллегами был представлен по прогнозу до 50-го года, что это вот история, которая на самом деле будет существенно тормозить экономику. Но понятно, мы видим по этому прогнозу, что уже в следующем году и в последующие годы этот пик существенно, так сказать, уходит вниз, но, как говорится, звонок есть. Это вот ровно тот сигнал, который показывает, что те гипотезы, которые положены в основу в низкоглеродных сценариях, они должны постоянно пониматься, что это именно гипотезы, а не реальные, реальные другие. И прошлые ситуации, которые вот у нас были, они здесь выделены, это и кризис нефтяной в шоке 70-х годов, его последствия в начале 80-х, соответственно, бросок кризиса 8-9-го годов. Вот это, собственно, те сигналы, которые показывают, что так оно и происходит, что экономика начинает немедленно, ну, неправильно сказал, немедленно с лагом определенным начинает реагировать на эти вещи. Конечно, один год ничего не решает, но уже несколько лет существенно меняет картину. Что касается вообще воздействия этой кризисной перспективы климатической повестки, они, на наш взгляд, противоречивы, будут всегда в заключительном слайде. Вот на этой табличке я как-то попытался пока это дело посмотреть. с точки зрения трех параметров влияния кризиса на динамику выбросов, влияние кризиса на динамику так называемых климатических проектов, ну, это прежде всего имеется в виду проекты по поглощению и адаптации, ну, и, наконец, это влияние на переговорную позицию государства и развитие международного научного сотрудничества в этой сфере. Вот, как представляется, влияние будет достаточно противоречивым. Я вот только два сюжета просто выберу для краткости, чтобы не перебирать совсем время. Вот то, что касается, скажем, старения структурной технологической модернизации экономики в средне-долгосрочной перспективе. Конечно, вот эта ориентация стран на ослабление зависимости от России, я вижу стран импортеров углеводородного топлива, конечно, это ускорит как бы их стремление к вот этой низкоуглеродной повестке, к более активному использованию возобновляемых энергетики других углероднейтральных технологий. И, естественно, вроде бы это должно привести к некоторому направлению, должно быть на снижение удельных и абсолютных выбросов. В то же время, на наш взгляд, будет действовать контртенденция. Во-первых, возрастает неопределенность принятия инвестиционных решений, риск удорожания инвестиций, то есть сама эта модернизация будет обходиться дороже, что само по себе является некоторым, так сказать, эффектом торможения. Если говорить о нас, то произойдет просто, естественно, уже происходит удорожание или просто даже прямое ограничение соответствующих импорта, соответствующие технологии, включая критичные. И не случайно наше правительство сейчас рассматривает вопрос о смягчении требований тех регламентов по выбросам, которые связаны, например, с автопробом. Пока, насколько на сегодняшний день, пока, насколько мне известно, решение не принято, но решение принято, безусловно, будет, потому что альтернативнее на, по крайней мере, ближайшее время. Что касается самой возобновляемой энергетики, развития электротранспорта, не говоря о системах улавливания выбросов, тоже, значит, здесь вот рост цен на углеводородов, на углеводороды, с одной стороны, целью, будет двигать страны в сторону снижения зависимости от этих углеводородов и, соответственно, повышение конкурентоспособности проекта в области возобновляемой энергетики электротранспорта. Япония только что объявила о новом, так сказать, своем большом инвестиционном проекте по резкому увеличению доли оффшорных ветрогенераций. Одновременно будет действовать и контртенденция, она уже хорошо видна, что рост цен на углеводороды, во-первых, приводит уже к увеличению потребления угля и, соответственно, росту выбросов в Европе мы это хорошо видим. Плюс происходит рост цен на энергию резервных мощностей. Резервные мощности все равно остаются, никуда они, так сказать, не денутся. Одна возобновляемая энергетика в поле не воин. И это тоже будет удорожать этот процесс и, соответственно, притормаживать вот этот энергопереход к чистому нулю. К тому же результат будет вести и резкий рост цен на редкоземельные и другие металлы, которые совершенно необходимы для развития той же возобновляемой энергетики. Процесс этот был хорошо известен, сейчас он еще более подстегнут. Ну и, само собой, еще раз говорю о странах бортерах технологий тоже в удорожании соответственно импорта этих технологий. Если говорить о влиянии на проекты поглощения и адаптации, вот с нашей точки зрения, что если климатическая повестка будет сохранена как актуальная, а мы думаем, что это так, более того, сейчас к этому добавим, что она будет еще сохранена не только по причине неких глобальных вызов, она еще будет, как мне кажется, использоваться как инструмент давления в геоэкономической игре. Так вот, при этих условиях нам представляется повестка телоправления деятельности, которая связана с инвестициями в поглощение, прежде всего, с так называемыми лесоклиматическими проектами, хотя их правильно назвать экосистемными проектами. И, безусловно, конечно же, с адаптацией значимость этих проектов возрастет. То есть, значимость вот этих направлений, в том числе адаптационных, на наш взгляд, повышается в условиях, которые созданы эффектами вот этого текущего кризиса. Ну, и последнее. Это о переговорных позициях и научном сотрудничестве. Вот в условиях, опять же, сохранения актуальности этой повестки, я еще раз это подчеркиваю, значит, вот возрастет, естественно, роль сотрудничества России с другими странами. Ну, для мирового сообщества, это учитывая роль России в решении глобальной климатической проблемы. Для самой России это резкое сужение нашего сотрудничества в других сферах, в других сферах нашей жизнедеятельности. В то же время, учитывая вот характер этого кризиса, я его называю кризис так называемой длинной тенью, то есть, сохранение конфронтационного потенциала и санкционных мер, даже в смягченном варианте, конечно, это будет в течение длительного времени оказывать негативное влияние на нашу социально-экономическую сферу. Вот здесь, как мне кажется, это приведет к существенному усложнению переговорной деятельности, усилению попыток контрагентов использовать климатическую повестку для давления на российскую экономику, социально-экономическую политику. Мы это ощущали все эти предыдущие годы, по моим ощущениям, по моим, я бы сказал, даже твердым ощущениям, это давление еще больше усилится в предстоящие годы. И, конечно же, усложнится научно-экспертная деятельность в части верификации и валидации международного статуса отечественных методик и методов в сфере экосистемных лесных проектов, ну, наверное, в несколько меньшей степени в сфере мониторинга, то есть эта сфера тоже окажется под некоторым давлением. Но отсюда, мне кажется, следует вывод не тот, как бы следует, что называется, начать посыпать голову пеплом или куда-то пытаться скрыться за какие-то стены. Мне кажется, совсем наоборот. Это говорит о том, что нужна просто более активная здесь позиция, но более взвешенная и более профессиональная на мой взгляд, роль науки, она, в общем-то, честно говоря, возрастает в решении вот этой климатической проблемы, что предъявляет соответствующий требование к научным кадрам. И когда Вадим Вановерыч говорил вот о том, что вообще говоря, у нас как бы не просматривается некого ответа на климатическую повестку, которая сформулирована нашими западными коллегами, мне представляется, что может быть одна из сфер, может быть, немногих сфер, где мы могли бы все-таки давать ответ, это является наша профессиональная научная деятельность, которая направлена на как раз решение этих проблем. И мне кажется, в этом и наш шанс, и наш долг. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.